В нашей стране, ввиду того, что 20 лет не ремонтировался и не восстанавливался жилой фонд, объемы аварийного ветхого жилья достигают миллионов квадратных метров. Десятки тысяч наших сограждан не имеют возможности переехать в новое жилье или отремонтировать существующее. Более того, мы видим, что правительство пытается возложить все больше степени на наших граждан сходы не только на текущий, но и на капитальный ремонт жилья. Это крайне опасно, потому что в ветхом и аварийном жиле в основном проживают малообеспеченные наши граждане, пенсионеры, ветераны, инвалиды. У нас была существенная возможность финансировать эти ремонтные работы через фонд содействия развитию ЖКХ. Был создан такой фонд, в него были накачаны огромные бюджетные деньги. И вот в этом году выяснилось, что финансирование из федерального уровня резко сокращается. То есть ответственность перекладывается на регионы, у которых не хватает денег даже на расчеты с бюджетниками. Чему это приведет? Это приведет к тому, что капитальный ремонт, переселение из ветхого аварийного жилья произведено в необходимом количестве не будет. Или же регионы влезут в долги. Должен сказать, что в связи с последними финансовыми бюджетными инновациями регионы все в большей степени втягиваются в долговую яму. И объем бюджетных кредитов уже зашкаливает за миллиарды. К чем это может привести? Это привести к тому, что в некоторых регионах, я убежден, будут проблемы с выплатой зарплат бюджетникам, учителям прежде всего. А недовольство работников в бюджетной сфере будет направлено не на федеральный уровень, а на местный. На губернаторов, на депутатов областных законодательных собраний и так далее. Я считаю, что это очень опасная политика пытаться стравить население с классом на региональном уровне. Я думаю, надо нам решать вопросы здесь, на федеральном уровне, потому что средств, как показало, доходы от экспорта нефти и газа, от приватизации, от борьбы с крупными хищениями и воровством в бюджетной сфере, и более чем достаточно для решения таких, в общем-то, не очень больших проблем. Второй вопрос, который я ставил, министр финансов, был связан с приватизацией. Дело в том, что в прошлые годы доходы от приватизации были небольшие, а в следующие годы мы планируем получить около триллиона рублей на три года. Так вот, выяснилось, что доходы от приватизации Сбербанка, крупных наших нефти и газовых компаний не учитываются в бюджете как доходная часть, как источник неналоговых поступлений. Хотя, я думаю, эти средства вполне могли бы помочь нашим регионам для повышения зарплаты, для того же ремонта жилья. Второе, мы вчера провели также вместе слушание с правительством Российской Федерации, с крупнейшими компаниями, и слушания были посвящены приватизации. На будущее у нас стоит задача расширения приватизации. Мы считаем, первое, что она должна проходить под контролем общества, под контролем парламента. Она должна быть честной, эффективной. Она должна привести к укреплению предприятий, к росту производства, к росту зарплат, а не к их банкротству. Кроме того, есть крупные стратегические активы, которые приносят доход бюджету. Они вообще не должны подвигаться к приватизации. В таких вопросах нужно быть крайне осторожным, внимательным, и во главу угла ставить национальные интересы России, прежде чем ее безопасность. Думаю, что в этих направлениях роль парламента, роль, прежде всего, КПРФ крайне высока. И мы хотим именно так ставить вопросы. С тем, чтобы не получилось так, что в следующем году, если страну действительно постигнет кризис, если будет у нас сокращение бюджета, не получилось так, что простой народ, наименее обеспеченные граждане, пострадали в большей степени, чем наши олигархи, в которых все сложилось хорошо и с собственностью, выводом, и с жильем, и контролем за стратегическими активами, которые уже давно живут вне нашей страны. Эта задача, я считаю, ключевая для деятельности парламента.